Привет, я Иван и вы на канале Маэстро Барбекю. Сегодня будем делать брискет. Брискет мы с Лёхой сделали до хрена, но этот брискет будет не лоу-эн-слоу, а хот-эн-фаст, жарко и быстро. Мы заказали брискет. Ну, во-первых, нам привезли два куска, а не один. А во-вторых, вроде брискет и брискет. Какой-то привезли детский брискет и нормальный полноценный брискет. Будьте очень внимательны, когда заказываете брискет. Этот весит 2,800, а вот этот 5,400. В общем, ребят, не обязательно, что брискет должен быть вот такой большой отруб. Может быть, вот такой маленький. А еще брискет бывает на 7 килограмм, он еще больше. Делать будем большой. Блин, ну такой вкусманчик, да, Лёш? Слушай, ну мне кажется, тут даже и обрезать, да, немного? Не-не, вот именно тот метод, который мы сейчас будем делать, обрезать нужно много. Прям много-много. Вообще весь жир надо срезать. Не оставляет ничего, а прям срезаем все. Все жилки зачищаю, чтобы дымовкус проходил внутрь лучше. Очень важный момент. Этот метод приготовления горячее быстро предполагает, что не будет минимальной температуры, при которой вот это вот жило из коллагена превратится в желатин, поэтому я ее уберу. Ну и жир тоже уберу. Вот карман, но по факту это вот так вот жило идет в перемешку с жиром. Поэтому смело. Обычно вот так вот вычищают кармашек. А садим мы его просто вырежем. А мы просто вырежем и разделим два куска мяса на флэт и на поинт. Такое мясо жалко пускать. Брискет на копчение. Ну вот сейчас я разобрал, да, как брискет выглядит, если убрать эту жилу. Ну прям нежненькое и хорошо. А что делаем с брискетом? Брискет посыпаем дробленным перцем сольным. Сколько сыпать перца и соли? Перца нужно сыпать минимум 1%, а соли нужно сыпать минимум 1,5%. А дальше смотрите на свои вкусовые ощущения. Готовить будем на моем любимом пеллетном гриле. Ввиду того, что мы будем готовить по методу hot and fast, то есть горячо и быстро. Вот этот вот держатель для поддона не нужно, я просто убрал вот сюда. Верхнюю решетку тоже уберу. Включаю гриль. Температура. Ставлю на 95 градусов. Он включился. Вот в этот бункер входит ровно вот этот свечок. Камера не очень удобно делать, а? Готово. Не забывайте подсыпать пеллеты, иначе в самый важный момент просто пеллеты кончатся и гриль выключится. Следите за этим. Мы решили положить на холодную. вставляем в середину куска щуп. Вот так. Подсоединяю щуп. Входит сюда. У нас же бризкет, он должен быть максимально копченый. И включаю смокбуст. Сейчас прям здесь будет столько дыма, что прям... Смотрите, он мне показывает, смокбуст включен. Нажимаю управление грилем. Целевую температуру ставлю... Повышаю 95 градусов и оставил для того, чтобы включить смокбуст и максимально напитать на кусок мяса дымом. А сейчас я поставлю 170 градусов. Задать. Теперь выбираю щуп приготовления на гриле. Рецепты, все это есть, программа приготовления. Все это фигня. Мне нужна целевая температура в центре куска мяса 63 градуса. В этот момент наступает так называемая плата, когда температура перестанет меняться какое-то длительное время. Ну, например, час. А после этого опять начнет расти. Когда в центре куска будет 63 градуса, гриль об этом сообщит телефону, а телефон сообщит об этом мне. Показывает 60 градусов, поэтому начинаю подготавливаться. Мальчик, все потечет. Да ничего мне не потечет, что мне потечет. мыслей. Дилка. еще какой-нибудь час или полтора покажет в Webber Connect. И будем пробовать. У нас с Лехой есть традиция. Когда снимаем Брискет, к вечеру идет снег. Синя пошел в обед. А был Брискет, когда мы начинали снимать в футболках с утра. А заканчивали, я уже был в пуховике, в теплом и валил снег. Ну, собственно, к Брискету. пахнет. Пахнет прям заправский. Брискет. Пойдем резать и пробовать. Но он, конечно, не трясется, потому что вот это вот жилка, который трясется, мы его вырезали. Ощущение, что это так же вкусно. О! Кольцо копчения есть. Но температура была большая, поэтому оно маленькое. Все пропеклось. Так, как там делают все? Ничего не ломается. Мы его сделали за 2.15 вместе с очисткой мяса. Ну, хорошо, 2.30. Блин, ну это огонь. Вот вы не приезжаете, а вот он приехал. Митя, иди пробуй. Блин, ребята, это круто. Он не такой, как при лоуэнс лоу, но это прям вкусное, сочное, мягкое мясо. Не разваливается в тушенку. Короче, я Брискет у тебя, у тебя только пробовал, Брискет один раз. Второй раз опять у тебя. Не, он очень вкусный. Подумались, решил. Это другой Брискет, это другая технология приготовления. Брискет, это изначально говяжья крудинка. А как ее приготовить на делку, Саша? Копченость прям хорошо чувствуется. А я знаю, почему так получилось. Это потому, что пеллетный гриль. Так, сильно вкусно? Нет. Сильно вкусно, это я постарался. Но просто вкусно это пеллетный гриль. Ну вот сильно отличается, если там бы была вот эта голая, как правильно сказать. Помягче. Прожил вот это, да? Был бы жирнее. Блин, мне нравится. Ммм, вот это очень нравится. Тот самый скрипучий холодильник. Нужный соус какой-нибудь. Соус, соус, соус. Нет, пойдем на прилавок выберем. Открытого нету. Открытого нету. Блин, хорошо, да, снимаете в магазине, все можно взять. На даче нету, нифига. Клюква с водкой нет. Так, что-то надо прям такое. Луковый нет. Красное вино со специями. Подойдет. Идеально. Вот попробуй вот так. Ну что? Ммм. Ну, заиграло? Да. Вкусы уже другие пошли. Звипка копченая и сладкая. Сладкие с волоса прям супер сочетают. Да, я вообще считаю, что вот нафиг эти кетчупы есть, намного вкуснее история. Ты кулицуешь, что он сейчас выплюнет? Счастливый наоборот. Не, мармелад вообще раскрывает по-другому вкус. Ну, как обычно, пишите лайки, ставьте комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok